Что делать, если не заводится или не так работает бензопила, триммер или распылитель? Вначале немного о неисправностях и теории. Затем сделаем регулировку карбюратора. Эти винты, как правило, крутят многие, если что-то не так. И поделюсь лайфхаками. Видео реально полезное, досмотрите до конца. Я думаю вы уже слышали, что без тахометра отрегулировать максимальное и холостые обороты карбюратора, как в паспорте, на слух не получится. Но близко подобраться к этим цифрам можно. Иногда в процессе эксплуатации подстройку карбюратора приходится делать. Но важно понимать и то, что настройки карбюратора сами собой сбиться не могут. И если ваша бензопила, коса или такой распылитель совсем не заводится, или плохо заводится, или работает как-то не так, то причина скорее всего в другом. Причиной может быть неправильно разбавленный или прошлогодний бензин. Сейчас добавляют такие присадки, что бензин хранится недолго. Особенно если хранится в прозрачной таре на свету. Еще может быть отсутствие искры. Либо она слабая, либо бывает через раз. Причиной может стать свеча сожиганием. В идеале не помешает иметь для проверки запасную новую свечу. Многие уже слышали, что известные дедовские способы и китайские приблуды для проверки исправности свечей, как оказалось не гарантируют ее исправность. Еще причиной может стать колпачок свечи или высоковольтный провод. Осмотрите их. Нет ли трещин и повреждений, через которые искра может пробивать на корпус. Катушка тоже может быть причиной. Но чаще проблема не в катушке, а в ржавчине или грязи на магнитопроводе катушки и маховике. На эту тему у меня было подробное видео. Если техника эксплуатируется часто и не первый год, замените топливный фильтр на нормальный фильтр, а не левую дешевку. А также осмотрите воздушный фильтр. Карбюратор. Карбюратор может где-либо подсасывать воздух. При подкачке топлива в праймер или в топливный насос должен поступать бензин без воздушных пузырьков. К примеру, у 240-х Husqvar больное место уплотнительное кольцо ускорителя. Оно ссыхается и смесь поступает с воздушными пузырьками. Бензопила в это время живет своей жизнью. То не заводится, то ревет, может заглохнуть при нажатии на газ. Колечко такое подобрать тяжело, поэтому многие ускоритель просто глушат. И наконец карбюратор может засориться. Чаще это случается, когда ставят левый топливный фильтр или вообще его снимают. В таких случаях карбюратор нужно разобрать, промыть и продуть. И это практически единственный случай, когда придется делать регулировку карбюратора. С чего начать настройку? Начнем с теории, чтобы у вас было понимание того, что будем делать дальше. На треймерах можно встретить всего один регулировочный винт, который регулирует только холостые обороты. Настройку таких карбюраторов делают на заводе однажды и на всю жизнь. Возможно оно и к лучшему, потому что отпадает соблазн что-то покрутить. И мы помним, что настройки карбюратора обычно не сбиваются. Причина наверняка в другом. Но на большинстве карбюраторов двухтактных двигателей есть регулировочные винты H, L и винт T. Винт T может обозначаться буквами LA. Этот винт с прорезью под плоскую отвертку. Винты H и L могут быть без прорези под шлицевую отвертку. Но это тоже винты. Чуть позже я покажу, как сделать отвертку на любой хитрый винт. На работающем двигателе, когда вы нажимаете на газ, тросик тянет и открывает дроссельную заслонку карбюратора и двигатель ускоряется. Если газ отпустить, дроссельная заслонка закроется за счет пружины и двигатель заглохнет. Чтобы дроссельная заслонка до конца не закрывалась и двигатель не глох, придумали конусный винт, в который упирается лапка заслонки. Если винт вкрутить больше, заслонка приоткроется тоже больше и обороты двигателя увеличатся. Этот винт служит исключительно для регулировки холостых оборотов и на настройку карбюратора он никак не влияет. Но начальную регулировку начнем именно с винта T. Закрутим винт T так, чтобы заслонка касалась конуса винта чуть ниже середины, ближе к третьей конуса от острия. Для большинства двигателей это положение винта T будет оптимальным для холостых оборотов. Регулировку карбюратора будем делать винтами H и L. Еще немного теории, чтобы было понимание. Итак, винт L регулирует количество топливной смеси. Добавляя или убавляя количество топливной смеси, мы повышаем или понижаем минимальные обороты и приемистость двигателя. Если винт L открутить сильней, топливо будет поступать больше чем нужно и оно не будет успевать сгорать. Двигатель при этом будет коптить больше обычного. Если этот винт наоборот закрутить больше чем нужно, топливная смесь будет слишком бедной, а обороты будут заметно выше, что тоже плохо. Ловить будем золотую середину. Винт H отвечает за регулировку максимальных оборотов. Этим винтом можно сделать очень высокие обороты, но на высоких оборотах двигатель долго не проживет. Максимальные обороты не должны быть выше, чем указано в паспорте производителем. На оборотах выше паспортных в двигатель поступает меньше топлива и как следствие меньше смазки. Кроме того, чем выше обороты, тем сильнее греется двигатель. Перегрев и бедная смазка угробят двигатель достаточно быстро. Если же максимальные обороты будут ниже паспортных, с двигателем ничего не случится. Упадет только производительность. Именно поэтому регулировку карбюратора лучше делать с тахометром. Но у нас тахометра как бы нет. Поэтому приступим к регулировке карбюратора на глаз и на слух. Винт T для холостых оборотов на треть конуса закрутили. Теперь закрутим винты H и L по часовой стрелке до упора. До упора, но без усилия. Закрутили. Теперь выкрутим винт L и H каждый на полтора оборота. Уже на этих настройках любой двигатель должен завестись. Если он не заведется, то причина в чем-то другом. В начале ролика я перечислял причины, но далеко не все. Пишите в комментариях по какой причине не заводилась ваша пила, коса или опрыскиватели. Такая статистика поможет многим и ваши сообщения я буду дублировать в закрепленном комментарии. Если же двигатель будет сильно коптить или глохнуть винт L понемногу закручивайте пока не перестанет коптить или глохнуть. Обычно дополнительная регулировка делается в диапазоне половины оборота. Как только двигатель начнет работать устойчиво без копоти дайте ему прогреться 3-5 минут. Если у вас бензопилая цепь на колостых оборотах вращается по шине понесть обороты немного выкрутив винты против часовой стрелки. Двигатель прогрелся. Максимальные обороты в теории настраиваются так. Даем полный газ и начинаем понемногу закручивать или откручивать винт H. Закручивая винт обороты поднимаются. Откручивая уменьшаются. Теперь на практике. Удерживая газ закручиваем винт H. Поднимем ненадолго обороты до максимума. После чего плавно выкручиваем винт до момента пока двигатель уменьшая обороты не начнет как бы подтраивать. Это очень тонкий момент который нужно уловить. Но это и будут оптимальные максимальные обороты которые не сократят ресурс двигателя. Теперь проверим приемистость. Если резко нажать на газ двигатель должен быстро набрать обороты. Если двигатель набирает обороты медленно значит винт L который отвечает за топленную смесь нужно самую малость открутить. При этом холостые обороты могут немного упасть. Если упадут приоткроем чуть больше дроссельную заслонку немного закрутив винт T и снова резко нажмите на газ. Если двигатель опять медленно набирает обороты повторите эту процедуру еще раз. Если двигатель при нажатии на газ набирает обороты достаточно быстро можем считать что с регулировкой справились. После этого на примере бензопилы попробуйте сделать пробный пропил. Если пила не теряет мощности значит регулировку сделали правильно. У каждой бензопилы, косы или опрыскивателя в паспорте указаны максимальные и холостые обороты. В зависимости от мощности и производителя обороты будут отличаться. Имея тахометр вы сможете гораздо быстрее и точнее отрегулировать обороты рекомендуемые производителем на двухтактных двигателях включая и лодочные. Теперь давайте покажу как сделать своими руками отвертку для хитрых болтов. Простейший способ, но не лучший. Обычные колпачки от одноразовых шприцов. Обрежем расширение у колпачка. Оставшуюся часть колпачка с усилием наденем на хитрый винт и таким образом его можно вращать. Но иногда колпачки пробуксовывают. Поэтому один лайфхак от меня. Берем отрезок медной трубки чуть меньшего диаметра чем винты. Накалим кончик горелкой до красна. Надставим и пока горячее легонько постучим молотком. Трубка примет форму винта. Карбюратора для этого снимать не обязательно. У меня был запасной. И хитрая отвертка готова. На винт садится без усилия. И в отличии от пластиковых колпачков уже не пробуксует. Вот собственно и все. Спасибо за просмотр. Надеюсь видео было полезным. Ставьте лайки и дизлайки. Пишите комментарии. Я их не только читаю, но и регулярно отвечаю. Можете проверить. А на днях должны прийти токоизмерительные клещи на 3000 ампир. И те кто как и я хочет узнать максимальную силу тока моего бюджетного споттера. Споттера из пылесоса. И стационарной точечной сварки. Наконец то ее узнают. Кроме того очень скоро будут новые интересные видео на тему самоделок. Которые наверняка вам понравятся. Поэтому если кто-то не подписался подпишитесь на мой канал и нажмите колокольчик. Иначе не узнаете о выходе нового видео. Субтитры сделал DimaTorzok